После проработки плечевого отдела я обычно заканчиваю массаж всегда в этом положении простукиванием колышками токсен. Сначала этот колышек простукив мышцы, которые идут вдоль позвоночника. Здесь очень важно, чтобы кисть свободно вращалась, то есть здесь мы тоже не принимаем усилия. Мы просто отпружиниваем ямку, потому что здесь не надо сильно долбить, что можно переусеркнуть. Этот массаж можно делать вообще без усилий, поэтому очень важно правильное веселье. Некоторые клиенты у меня, когда я не простукиваю позвоночник, они напоминают, а как же простукивание, где мои волшебные молоточки, я ради них сюда пришел. Теперь меняем этот молоточек. Второй молоточек с ним надо более осторожно. Если тут мы ставим на мышцы как встанет, то здесь надо четко нащупывать, чтобы он становился между позвонками, потому что мы как раз таки между отростками. И здесь мы уже очень аккуратно бьем. То есть если там у меня рука ходила свободно, здесь я контролирую, чтобы воздействие было минимальным. Обычно после простукивания этим колышком у людей появляется подвижность позвоночника, гибкость. Особенно те, кто занимаются йогой, какие-то практики, они замечают, что кроссфит, да, что после простукивания этим молоточком они могут делать то, что у них раньше не получалось упражнение, потому что не хваталось гибкости позвоночника. Плюс активизация всех нервных окончаний, всех нервных каналов, которые отходят к позвоночнику. Это дает точно такой глубокий, ну мягкий гибрационный массаж, дает расслабление достаточно глубоких слоев мышц и сухожилий. Плюс активация нервных окончаний, ну не только окончаний. Не больно? Ну в одном месте было. Да-да-да, где-то здесь? Ниже. Ну где-то вот это вот место, да? А-а-а, потому что тебя вот здесь вот тянуло. А вот здесь у нас что? Здесь вроде все ровненько. Есть перепад здесь, да, в дисках есть перепад. Это уже отдельная тема для разговора. Потому что сегодня мы работаем с верхней частью пищевого пояса. Вот четко ставим между позвонков и между отростков. В принципе, колышек он сам туда становится. Сначала надо просто позволить колышку найти правильное положение, а потом уже стучать. Вот, вот. Все.